Просто с ума можно сойти. Капец, как приятно, я хочу вам сказать. Про хлопковую пряжу. Номер два, а спицами номер два что? Правильно, быстро не свяжешь. Всем привет! Меня зовут Лиза, и я вновь рада вас встречать на своем канале, посвященном вязанию. Это мое второе видео из цикла вязального влога. Данные видео я планирую выкладывать каждую неделю по вторникам. Если вы меня смотрите теперь уже на постоянной основе, то вот такое расписание имейте в виду. И что касается вообще отзывов на видео, это капец, как приятно, я хочу вам сказать. Потому что когда я выкладывала видео, я, конечно, предполагала, что кто-то меня увидит, кто-то посмотрит. И да, у меня тут не сотни тысяч просмотров, но тем не менее, боже, такие приятные слова, такие отзывы, такая обратная связь. Это очень ценно, очень вдохновляет. Я выражаю вам огромную благодарность, спасибо. Вы прям поднимаете настроение и как-то вдохновляете на совершение новых подвигов на YouTube. Прям огромное спасибо. Это правда, очень-очень приятно. Итак, в прошлом видео я рассказывала, что работаю сейчас над кардиганом. И да, на этой неделе я его довязала. Кардиган из ниточки Махера и ниточки Мериноса 80% и 20% Кашемира. Получилась вполне себе прекрасная классическая модель. Не знаю, что у меня с голосом. Мне кажется, просто от того, что я болтаю на камеру, он немножечко подсел, потому что для моих голосовых связок это всё-таки непривычно. Я же обычно молчу. Молчу, вяжешь себе подсериалы. И всё. А тут вон как разболакалась. Так вот, мой кардиган получился, я думаю, прекрасным и интересным вариантом в моём исполнении. Знаете, что хотела сказать? Вязание это как борщ приготовить, как блины испечь. Вот каждая хозяйка может делать всё по одному и тому же рецепту, но получаются блюда абсолютно разные у каждой. Это просто удивительно. И даже когда мы вяжем что-то по готовому мастер-классу, где по петель на всё рассчитано, просчитано, но плотность вязания у всех разная, пряжу подбираем разную. И где-то ты увидишь, что... Рукава хочешь подлиннее. Где-то ты увидишь, что резинку по низу изделия, там, например, захочешь связать какую-то фигурную. Регланную линию выбрать такую, которая нравится тебе. Где-то кто-то вяжется скрытыми накидами, а где-то хочет, чтобы наоборот были красивые ажурные дырочки. И в итоге получается действительно у всех абсолютно разные изделия. И это просто восхитительно. Каждое изделие новое, каждое другое. И что касается кардигана, который я вязала тоже вроде бы по готовому мастер-классу, здесь, конечно, отошло моё вязание от того, что предлагал мастер. И получилось изделие, ну, можно сказать, другое. И я считаю, что это здорово. Значит, я вязала по этому мастер-классу. Если вы его ещё не видели, то, пожалуйста, модель вяжется просто неимоверно легко, просто, быстро. И если что-то срочно нужно кому-то на праздник порадовать или для себя что-то в срочном порядке, когда на улице уже потеплело, то вот обязательно справитесь за несколько дней. Очень мягко, очень приятно к телу. Мне прям... Ну, я молодец, конечно, всегда трогать микрофон, когда снимаешь. Изделие получилось очень мягкое, очень воздушное, очень приятное к телу тактильно. Но вы прям... Если я ещё раз скажу слово восхитительно, уже киньте в меня чем-нибудь. У меня это восхитительно через каждые 5 минут. Надо почитать синонимы. При вязании данного кардигана сделала несколько отступлений. Первое, это выбор пряжи, о котором я уже сказала. А второе, при вязании регланных линий я их решила провязывать со спущенными лицевыми петлями. Не знаю, насколько, конечно, удачное решение конкретно в этом случае я приняла. Но, знаете, в целом меня всё устраивает. Да, не так, как задумывала мастер. Там и серии регланные линии должны быть незаметными. А мне почему-то захотелось, наоборот, сделать их более видимыми какими-то. Ну, и мне просто хотелось попробовать именно вывязывание со спущенными лицевыми петлями регланных линий. Также из неудач, из неудач и из отклонений в данном кардигане мастер пришивает 3 пуговицы. Соответственно, и 3 петельки под пуговицы делаются. Я тоже сделала 3 петли, но когда прикидывала в дальнейшем кардиган на себе, третья пуговица, она как-то неудачно для неё выбрала место, поэтому решила, что без неё будет лучше. Хотя я покажу видео на себе, и там действительно может показаться, что третья пуговка так и просится. Но говорю, что когда я её пришила и посмотрела, как это выглядит, нет, серьёзно, это прям лучше вот без. Поэтому я остановилась на варианте с двумя пуговицами, и это меня вполне устраивает. Планки и петелька под третью пуговицу останется у меня, я её не буду зашивать. В принципе, так как она не эксплуатируется, то, я думаю, и не растянется. У меня она здесь и есть, но думаю, в целом, когда кардиган будет носиться, это не видно, незаметно, и особого внимания она привлекать не будет, так что зашивать тоже не стала, планку перевязывать тоже не стала. Оставлю всё так. Тем более, блин, если не скажешь, то как вот в вязании бывает, ты всегда, когда вяжешь, ты чувствуешь, ты знаешь, ты ощущаешь все свои косяки. Где-то ты знаешь, что набрала на одну петлю больше, где-то там сократила на две больше, чем того требовалось. Но если ты об этом никому не расскажешь, то это действительно никто и не заметит. Поэтому расслабься на таких маленьких косичках. Вот вообще, это даже не косички, это нюансы работы, сделанной своими руками. Такое бывает, такое случается, и в этом нет ничего страшного, и правда, это никто и не заметит. Пуговицы у меня были свои, я не покупала в магазине, у меня вот несколько было фигурных, наверное, сюда не подходит, это пуговка на ножке. Но я решила оставить, и мне кажется, вполне себе симпатично смотрится. Хотя, возможно, здесь нужны были бы пуговки полегче деревянные, но у меня так. У меня так, у меня так, и меня это вполне устраивает. Вот, покажу сейчас на себе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok образец из красной пряжи. Что касается красной пряжи от SimHawaii, о которой я говорила в прошлом выпуске, то основываясь и на комментариях под видео, и сама уже головой докумекала, что полупатентная резинка для данной пряжи не подойдет для джемпера. Джемпер получится весом в тонну, а может быть и в две. А кому он нужен такой тяжеленный, с ним таскаться, носить его даже и зимой. И я пересмотрела свои взгляды на модель, выбрала совершенно иную, выбрала сетчатую, воздушную. Это будет джемпер-сетка. Найду фотографии, вставлю, примерно, чтобы понимать, что модель вяжется легко, по кругу, снизу, вверх, до пройм, закрываются петли на подрез, делится модель на спинку и полочки. Полочки и спинка вывязываются отдельно до формирования горловины. Формируется небольшая горловина на спинке, чуть поглубже спереди. Возможно, сделаю скос плеча. Далее набираются петли из пройм для рукава. Рукава вяжутся практически... Ну, наверное, я, скорее всего, их буду вязать без убавок, свободные. И манжеты-резинки. Ух, все. Раппорт узора 4 петли, 4 ряда. Справится вообще, мне кажется, любая. И сейчас это очень, кстати, актуальные модели на эту весну-лето. И, возможно, тенденция на прозрачность продлится еще сколько-то и сколько. Ну, я всегда любила, например, такие прозрачные, полупрозрачные вещи. Поэтому вполне себе, мне кажется, удачно все и сложилось. Но вяжу-то я не себе. Вяжу-то я подруге. Но я тоже смотрю на данную модель и думаю, что себе обязательно свяжу. Итак, прошла-то всего неделя. На неделю времени повязать у меня было не так много. Потому что, прошу прощения, не вязальная тема. Но на этой неделе я занималась здоровьем и ходила по медучреждениям. Поэтому нервы и времени нехватка. Поэтому, слава богу, кардиган довязала. Здесь, в данной модели, я провязала всего пару рядов резинки. Резинку решила сделать понизу небольшой. Все-таки летняя модель. Это чисто для красивого оформления края изделия. Все. И пару рядов уже, собственно, вот этой сетчатого узора. Все. Я думаю, в этом изделии эта пряжа как-то лучше заиграет, будет смотреться симпатичнее. Господи, у меня все такое волосатое. Я не пойму, это от котов. Или от кардигана от моего. Но у меня от того пуха с ума сойти. А хлопок его собирает тоже как сумасшедший. Я, наверное, потом всю клейкую ленту из роликов истрачу на то, чтобы это дело очистить. Ой, кошмар. Вот. Это что касается хлопка от Сим Хавайи. Но тему хлопка я не могу так просто забыть, остановиться и перейти к чему-то другому. Поэтому мне даже кажется, что, скорее всего, весь этот выпуск будет больше посвящен именно хлопку. Итак, выпуск про хлопковую пряжу. Надо было так вначале сказать. Выпуск про хлопковую пряжу. Ну что ж, погнали. Просим Хавайи сказали. Все с этим классно и прекрасно. На этой неделе я также заходила у себя в городе в поликлинику сделать плановую флюорографию. А рядом с поликлиникой у меня что есть? У меня есть магазин бобинной пряжи. Наверное, это мой рай. Прогуляемся по этому магазину. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я тоже захотела себе свитер-сетку в обязательном порядке на это лето связать. Пряжу я себе выбрала. Это тоже стопроцентный хлопок. Выбрала его красивого синего, такого черничного даже цвета. Если вы сейчас видите в кадре миллион тысяч куха, то простите, пожалуйста, у меня, блин, три кота и махеровый кардиган рядом. Я надеюсь, что цвет, да, передается хорошо. Это такая вот синечерничная любовь. Не знаю, мне понравилось. Я свяжу себе из этой пряжи или аналогичную модель, как и красную для подруги из SimHawaii. Или, или у меня вот есть журнал вообще, в котором я соблазнилась моделью сеткой джемпера уже давно. У меня этот журнал, он, по-моему, выпуск 18-го года. Так, и вот она модель джемпера, получается, из журнала. Здесь еще предлагается связать шорты, но, блин, честное слово, шорты видела в Пинтерест, еще где-то, но на улицах ни разу никого не встречала. Может, конечно, где-то в других местах, а не у нас на Урале такие носят. Данный пуловер вяжется, видите, из хлопка стопроцентного, 100 метров в 50 граммах. Мне кажется, у меня, конечно же, гораздо легче, тоньше хлопок, но, в принципе, в целом должно, я думаю, получиться тоже интересно. Обязательно прикину, посмотрю, поделюсь результатами, как это будет выглядеть. Пока вот не представляю, потому что все целые полностью пока отдано другим проектам. Но это я, как всегда, знаешь, когда ходите в лес по ягодам, одну собираешь, другую подмечаешь. Так что пока вяжу одну сетку, планирую уже, видите, три другие навязать. Но, знаете, насчет сетки это еще не все. И чем еще я соблазнилась в магазине? Что также касается хлопковой пряжи, это вот такая вот бобинка. Это хлопок с кашемиром. Здесь 10% кашемира, но эти 10% дают такую мягкость необычайную для хлопковой ниточки, что вот так вот на ощупь, на первый взгляд, даже и не скажешь, что это хлопок. Действительно очень приятная тактильная, она получается как-то воздушнее. Несмотря на то, что ниточка толще и плотнее, она создает ощущение именно вот воздушности и мягкости, что привносит, конечно, шерстяной мериносик с легкой пушинкой. Цвет не чисто белый, это молочный. И знаете, для какого проекта я это выбрала? Есть у меня свитер, купленный в магазине. Я его очень сердечно люблю. Белый, связанный обычной платочной вязкой. Но случилась с ним за время такая беда. Он у меня уже вытянулся вниз как по длине тела, так и рукава. Тем не менее, я его, конечно же, ношу. Мне он очень нравится, но мне захотелось какую-то альтернативу именно в более укороченном варианте, чтобы можно было носить с джинсами, юбками или платьями, когда талия у низа завышенная. Вот, понимаете, о чем я? В общем, мне захотелось перевязать этот джемпер. Поэтому пряжа куплена. Но доберусь я до этой пряжи еще не скоро. Потому что, во-первых, у меня красный джемпер-сетка для моей подруги. А во-вторых, если мы помним по прошлому выпуску, у меня еще имеется зелененький недовязик. Ему я обязательно даю вторую жизнь. Рукав стоит довязать. Но там осталось-то, на самом деле, делов связать один рукав, сделать обвязку горловины. Поэтому он тоже будет жить. Я уже нашла свои старые записи, по которым вязала данный джемпер. И над ним я тоже поработаю. Вот. И, продолжая еще тему хлопковой пряжи, у меня в закромах хомячих имеется кое-что интересное. Несколько лет назад, даже, скажем так, большое количество лет назад, я купила в том же самом магазине бобинные пряжи хлопок, из которого в дальнейшем я вот на машине отвязала такой образец. Это, кстати, тот же самый узор с сеткой, что я вяжу сейчас, из красной пряжи. Из красной пряжи. Но так как данный образец связан на машине, то, конечно же, там петельки поменьше, и он получается более такой воздушный. И данного хлопка у меня, на самом деле, очень большое количество. Брать не буду, сколько я его приобрела. Но тогда я покупала пряжу с большим запасом, потому что планировала на машине еще отвязывать полноразмерные какие-то там образцы. Поэтому набрала его действительно очень много. И хочется мне связать из данной пряжи в дальнейшем на лето, или платье-тунику на купальник, которая тоже вяжется вот сетчатая. Или я даже вот сейчас сделаю вставку в журнале, например, в том же самом, где я нашла вот сетчатый джемпер под синюю пряжу. Есть там одна модель туники. Вот, может быть, такую стоит связать еще. И вот как раз открылось. Платье получается на пляж. Платье-туника, которое здесь, конкретно в журнале связано, оно из-за льна стопроцентного. Вот мой хлопок цвета camel. Я думаю, ничем не хуже. И тоже будет здоровски смотреться. Эта сеточка-то получается воздушная, легкая. Мне кажется, должно удастся. В общем, это вот тоже один из вариантов того, что я собралась вязать на лето. Мне кажется, что должно получиться удачно. Мне, может быть, не очень нравится идея с вот этими рукавами. Я бы лучше вовное связала. В общем, имеется. У меня такая, значит, задумка. И знаете, что еще мне хочется этим летом обязательно попробовать связать? Я не зря сегодня надела вот такое платьишко. И мне нужны, может быть, даже советы. В моей голове, значит, нарисовалось изделие легкое. Это укороченный топ. Чтобы можно было носить с джинсами на высокой талии. Вот мне хочется что-то такое, что мне нужно заправлять вниз. Пока что я это вырисовываю в голове, ношу как план. И когда у меня эта идея дозреет, созреет. Возможно, где-то наткнусь на какой-то вот совет. Потому что я видела данные модели вязаные крючком. Да, это, конечно, классно, прекрасно, восхитительно. Но крючком-то я не очень сильно владею. Мне это интересно именно спицами. Поэтому план Барбароскина такой разработать модель для вязания спицами. Именно вот хочется рукава-фонарики, открытые плечи и укороченное изделие. Возможно, также будут валаны по вырезу. Ну, в общем, говорю, вынашиваю. Вот сейчас вот на ходу что-то собираю. Сложно, наверное, представить, что там у меня в голове созрело. Но у меня это уже обретает все более и более четкие какие-то вот эскизы. Обязательно намечу. И думаю, возможно, на следующей неделе поделюсь уже чем-то более конкретным, какими-то планами. И тогда мне уже смогут и подсказать более детально, что я ищу. Потому что все же мы смотрим где-то разные источники информации. И, возможно, вы натыкались на что-то подобное. Если вам есть чем со мной поделиться, то, пожалуйста, поделитесь. Я очень ищу данную модель, от которой можно оттолкнуться, чтобы связать вот такую задумку. У меня смутно в голове все это вырисовывается. Вот давайте вместе порассуждаем на эту тему. Я предполагаю, как связать вот такую модель. Если мы берем вариант вязания регланом, то я набираю на петли горловины, конечно же, гораздо больше петель, чем для узкой горловины и по основанию шеи. Соответственно, я набираю где-то вместе середины плеча. Значит, я делаю меньше прибавок на регланной линии, а дальше обычно вывязываю тело. Мне кажется, вот как-то так. Как-то так. И рассуждения мои идут как-то так. Может, даже пока смонтирую этот ролик, у меня еще какие-нибудь мысли в голову придут, но пока что остановлюсь на этом. Вот такие планы у меня на лет. И вроде бы на хлопке мы можем остановиться, но знаете, мне еще в голову взбрело. Так я в последнее время что-то разошлась по плечевым изделиям, а я как-то, знаете, когда отвяжу плечевое изделие, всегда хочу что-то еще маленькое, что очень быстро дает результат. Поэтому сейчас мне в голову пришла также идея связать небольшие носочки. У меня есть в наличии обычная жемчужная, значит, пряжа от пихорки. У меня ее тоже несколько моточков. Мне кажется, что должно пойти. Другой момент, что она такая тоненькая, она рассчитана на спицы номер два. На спицы номер два, а спицами номер два. А что? Правильно, быстро не свяжешь. Ну ничего, попробуем. Идею по вязанию ажурных носочков на самом деле я вынашиваю очень давно. И так случилось, что в этом году, еще на день рождения, мне подруга подарила прекрасную книгу 250 японских узоров для вязания на спицах. Я такая радостная. Я уже по этой книге связала вот модель детского джемпера для ее дочки. Небольшое видео. Вообще, что касается этой книги 250 японских узоров для вязания на спицах, я очень была рада, довольна, когда мне ее подарили. Очень счастлива. Там столько всего для вдохновения, что просто с ума можно сойти. Так, я, значит, пока что связала только один узор отсюда, вот на детский джемпер, который показывала, и вдохновилась вот таким ажурчиком для носочков. Мне кажется, правда, будет очень красиво это выглядеть. Посмотрим, конечно, как получится. Ну, коротко, раз уж я коснулась этой книги, покажу ее. Но если вы любите жгуты, араны, ажуры, то, конечно, это очень ценное приобретение, которое расширяет круг возможностей, круг моделей, которые вы сможете связать в дальнейшем. Прямо находку. Коротко о том, из чего состоит книга. Здесь условные обозначения, чтение схем, как прочитать те или иные, что обозначают. В общем, на самом деле, японские схемы действительно очень легко читают. Стоит один раз вникнуть, как это делать, а потом идет как по маслу. Далее подборка ажурных узоров разнообразных. Здесь уже прям отвязаны образцы, и видно, как оно будет в полотне. Это очень удобно, что приходится не только вот схему читать и догонять, как оно там ляжет в изделии. Значит, есть еще ажурные узоры уже с шишечками, с вывязанными. Так, дальше у меня что? С узелками. Ажурные узоры с узелками. Я, кстати, не обращала внимания до этого момента, что здесь еще и отдельно разделы поделены на какие-то. То есть я думала, вот розовый это ажурный узор и ажурный узор, а тут оно, видите, еще и с узелками, с листьями. Листья, кстати, тоже любить, обожать. Вот кардиган же связала я узором листья. Очень красиво. Так, что еще, что еще? Ажурные узоры с обернутыми петлями. Оборачивать петли мне тоже нравится. Вот мой зеленый недовяз, он как раз на обвитии петель и держится. Так, рельефные узоры. Здесь у нас есть красивые, умопомрачительно, умопомрачительно. Модификации узоров это интерпретации представленных ранее, как их можно совместить, скомбинировать, продлить, добавить, убавить и получаются уже совершенно новые узоры. Очень тоже интересно, как это работает. Так, перекрещивание петель косы. Косы-ораны. Что-то простое, что-то сложное. Так, панели, это когда для целого джемпера или для пледа, например, не нужно заморачиваться. Тут сразу же представлены несколько вариантов узора на схеме. И маленькие вот дорожки, и побольше, и большая. И все это сразу можете прикинуть, как выглядит рядом вместе. И где-то продлить свой узор, добавив, например, пару маленьких дорожек. Где-то можете чередовать большая, средняя, маленькая. В общем, наглядно, удобно. Тоже прикольно. Так, 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 так. И что мне еще тоже очень нравится, это узоры для оформления краев, то есть резинки. Узоры эластичные, они, собственно, основаны на вывязывании резинки. Посмотрите, можно связать обычный джемпер гладью и добавить к нему вот такой воротничок. Это уже будет смотреться бомбовски. с шишечками. Маленькие поуже, а есть еще вот такие, получается, даже с фигурными краями. Так, ну, собственно, вот из чего состоит данная книга. Ну, что хотела показать, показала. Еще немножечко красного поближе. Ну, уже, мне кажется, конечно, сложно представить. В общем, запомните, на каком моменте сохраняюсь, и в следующем своем видео покажу, каких успехов добилась. А пока останавливаюсь на красном джемпере, останавливаюсь на джемпере зеленом в моем недовязи и на носочках из хлопка ажурных, связанных ажуром из книги 250 японских узоров. Ну, кстати, это не точно, потому что, возможно, возможно, я, скорее всего, наткнусь на какой-нибудь стоящий мастер-класс и целиком и полностью буду вязать один в один, как по мастер-классу, потому что я такие носочки не вязала и боюсь какой-то самодеятельности, чтобы не получилось чего-то, не того, на что я рассчитываю. Возможно, у вас возникнут какие-то вопросы, но вы, пожалуйста, задавайте их в комментариях, я обязательно освещу их в следующих своих видео. Ну, на этой неделе у меня вроде как все. Мне больше нечем поделиться, я ничего такого сверхъестественного не связала, про планы рассказала. Тем более на этой неделе нас ждет прекраснейший праздник 8 марта. Всем нужно отдохнуть, зарядиться положительными эмоциями. Всем дамам я от всей души желаю самого яркого солнца, самого жизнерадостного смеха, новых встреч, приятных знакомств, положительных эмоций, моря приятностей, чтобы вас ничего не огорчало, чтобы вы никогда не унывали и всегда радовались жизнью. Распускайтесь как цветы. Всего-всего вам самого прекрасного. Рада была вас здесь встречать. Спасибо, что смотрите мой канал. До следующей недели. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова